я уехал из ташкента 1990 году я выезжал из советского союза и думал уезжая навсегда тогда это была закрытая страна но прошел год и союз развалился и вот в этом году в девяносто восьмом я решил посетить ташкент родину где жил где вырос и вот я сел в самолет и сейчас мы взлетаем из телябива направление ташкента весь маршрут занимает менее пяти часов мы уже покидаем пределы израиля я расположился в самолете лететь нам еще много заглядываю в иллюминатор и вижу что самолет подлетает к берегу средиземного моря вот я уже вижу побережье вот береговая линия видно а это значит что мы достигли границы государства израиль через небольшой промежуток времени мы будем приземляться в ташкенте вот я уже приехал в ташкент и мне надо в первый же день по прилету зарегистрировать ввезную визу кубышевском ровы д а это процесс не простой вот я пошел искать причем туда прийти мне надо было зарегистрироваться тур фирме и оплатить там пошлину это улице шастре бывшие вот здесь я смотрю магазины тот момент когда я уезжал из ташкента этого 90 90 год тогда еще ничего магазинах него магазин были пустые а сейчас обратите внимание что много что там появилось так вот я продолжаю свой путь и зашел вот в это вот здание вы здесь вот написано я пришел уз им тур я зашел туда и заплатил пошлину тысячу сумму и здесь мне сказали теперь вот на возьми мол квитанцию иди в гостиницу саяхат там тебе надо будет тоже заплатить 200 сумм я пошел кассе саяхат вот она гостиница я зашел там еще заплатил 200 сумм мне дали еще одну бумагу с которой я пошел уже кубышевскую милицию и вот в этой милиции я провел почти целый день в очереди все поставить просто печать козы газов я ее поставил она вот здесь рядом находилась милицию и опять вышел на улице шастре смотрю здесь на улице торговля дело в том что это было первое десятилетие после образование государства узбекистан и еще только никто не определился где торговать что торговать люди хотят заработать вот сидят вдоль дороги продают овощи фрукты там напитки кто что лишь бы заработать вот я иду уже смотрю глазами иностранного туристы что сделается воды не продавали лепешки не было это очень интересно потому что края выжал этого ничего не было было пусто заходил на лайский базар то вообще ничего не чего не было вот это дом всем знакомый находится на перекрестке напротив магазина светлана электротовары я зашел в магазин и на удивление когда смотрю появились какие-то электроника магнитофоны появились этого речь не видел аппаратура у sony виде магнитофона он стоят но я пошел дальше гулять по городу мне было все интересно выходил по дворам близлежащим заглядывал вот знакомое здание и что интересно я стою здесь на дороге с кинокамерой снимаю и ко мне подходит он идет с правой стороны шел полицейский вот он папа вот этот вот попал мне в камеру у меня остановил и говорит почему снимаешь здесь здесь нельзя снимать я бы я турист а нельзя снимать вот этот вот полицейский нельзя снимать убери камеру или мы ее отберем пришлось камеру спрятать потом пока я две недели был в ташкенте меня несколько раз так останавливали не давали снимать я все-таки тихонечку умудрялся уж мне надо было кадры привести потом с собой показать какой сейчас ташкент стал здесь был когда-то памятник максиму горького уже убрали нету этого памятника а здесь вот на улице смотрю делают кирпичи из самана вот они высыхали лежали кто-то строится собрался это я ходил по дворам дома старые не штукатурен и вечером я пошел здесь где был памятник написал был когда-то защитником южных рубежей был фонтан здесь многие наверно узнают этот район и было написано слава танкистам когда-то было по-русски написано это я ходил по вечернему городу снимал хотелось побольше погрузиться в городскую жизнь вечерний ташкент посмотреть 1998 год это так давно уже было на следующий день я пошел на кладбище здесь похоронил мой отец это бухарское кладбище находится в районе улицы фараби чагатай это вход кладбище давно поставили памятник защитникам отечества войне 41 45 года ну дальше я там уже не снимал и вот я пошел уже на выход и вот меня ждала машина то приехали за мной друзья и мы едем по этим переволком выезжаем как раз на улице там фараби и поехали по малой кольцевой дороге сейчас раньше называлась улица софийская эту баллая кольцевая дорога и моей в сторону челанзара челанзар в сторону метро челанзар мы сейчас как раз по этой дороге до метро челанзар и мы поверем направо в сторону дом барабата это я нашел эти кадры меня были для тех кто хочет увидеть челанзар тех лет 98 год может быть кого-то что-то напомнить здесь какие-то места при остановил здесь на перекрестке налево там гостиница москва строилась строить никак не достроиться мы поехали прямо дальше это метро челанзар будет 16 квартал мы ездим дальше приближаемся уже к метро челанзар станция метро челанзар машины еще старые еще не было машин но в по всем случае на дороге не видать машин ташкентского производства он еще жигули москвичи есть номера уже новые вот такие номера кто-то попал мне в поле зрения вот мы поворачиваем здесь направо это как раз в ходу метро здесь мы едем в сторону дом барабата машина разгружается перегородили нам дорогу ну вот мы доехали до добробата это же кладбище у меня был этот день посвящен посещениям всех могил это первый день надо отдать дань уважения а на следующие дни уже гулял по городу вот мы же едем в обратном направлении едем по улице дружба народов сейчас это называется проспект бонеткор едем в направлении метро сабира рахимова а сейчас она называется станция алмазар вот здесь мы повернули направо на улицу фархадская и я сейчас еду до 16 горбольницы у меня там знакомая работала мне надо было тоже проведать и вот мы сейчас подъедем вот здесь вот я зашел в больницу это несколько друзей на этажах горбольницы дорожки чисто это административный корпус здесь ну вот поехали дальше доехали до станции Мерзова Лукбек когда-то она называлась станция 50 лет УЗССР на этой станции как раз справа стороны находился сейчас находится парк я где-то в семидесятом году в 1970-м здесь работа там находился на этом перекрестке проектный институт УЗГИПРО СЕЛЬСТРОЙ вот в семидесятом году я здесь работал когда-то все знакомые места мы едем дальше едем по этой улице Бонеткор вот мы видим там с правой стороны Хакимиад голубой купол вот это тоже новое здание раньше его не видел вот за это время пока меня не было восемь лет уже построили что-то новое а вот это вот мы видим это на территории бывшего комсомольского озера там стоит память не корректировать я так приблизил здесь сейчас этого комсомольского озера то нету продолжаем движение дальше едем направление дворца дружба народов сейчас мы повернем будет поворот направо это будет улица бывшая узбекистанская бывшая узбекистанская что здесь многие узнают наверное вот эти вот здания они давно были построены вот дружба народов памятник шахов шамахмудову это тоже памятник то его ставили то его убирали теперь опять его снова поставили в настоящий момент а мы едем направление центра города это перекресток сейчас где когда-то был вот здесь вот здание узбек берляшу и там стоял это дом кино который в настоящем время разрушили а здесь был еще ресторан-кооператор внизу сейчас ничего этого же не стало мы едем сейчас повернули на улицу с левой стороны у нас будет театр кукол вот здесь театр кукол здесь территория бывшая военной крепости когда-то это мой район я здесь жил и бывал на территории крепости это еще в районе моего детства а сейчас я уже еду на инусабазе это улица Ахмед Даниш в направлении кольца я нахожусь с 60-го и 72-го автобуса это тоже ехал уже на следующий день друзья пригласили в гости я здесь жил когда-то в этом районе вот улица Ахмед Даниш сейчас здесь в настоящее время здесь уже есть метро конечная станция это новые ветки в это время когда я был еще метро не было но там уже начали копать да все меняется вот этот 15 квартал вот на этой остановке как раз я и жил это остановка где детский мир петушок импровизированный базар на автобусной остановке а я сейчас направляюсь в сторону центра города и поснимаю там посмотрим как изменился ташкент за последние 8 лет это перекресток где магазин петушок на инусабазе небольшая экскурсия по центру города ташкента сейчас мы видим здание министерства внутренних дел станция метро проспект космонавтов и я сейчас подъезжаю с правой стороны памятник владимиру дженебекову это первый узбекских космонавт можно видеть его поближе а это улица педагогическая здесь кольцо двадцать пятого трамвая здесь когда-то были жилые дворы их снесли в восьмидесятом году а здесь здание треста устрансгаз вот одиннадцатый троллейбус поворачивает на педагогическую а это проспект ленина вон мы видим целевышку между улиц ленина и проспектом ленина здесь вот такие зеленые насаждения такой тенистый парк это здание МВД а напротив МВД вот мы видим дом номер сорок и там находится первая аптека а вот эта аллея идет в сторону голубых куполов я сейчас туда пройду вот здесь вот с левой стороны чехана шашлыки жарят такой вкусный запах стоит а это вот такая синистая аллея из винограника а вот голубые купола это все было сделано после землетрясения на этом месте когда-то была улица Самаркандская а справа слева была улица Ленина а вот где вот деревья это была застройка из глинобитных домов по землетрясения все снесли и вот сделали вот так вот вот передо мной здание ЦУМа вот здесь ЦУМ на улице идет торговля различными товарами сейчас здесь вот впереди он готовит плов и стоит такой стойкий запах вкусного плова вот этот ЦУМ и трамвай проходит здесь кольцо трамвая за этим ларьком там жарят пирожки с правой стороны гостиницы Ашкент и гастроном вообще мы видим театр на вои утро сейчас породу немного с левой стороны есть фонтал он сейчас правда не работает но вода там есть видимо по вечерам его включают сейчас он выключенный вот вода есть значит фонтан работает совсем мало людей сейчас 11 часов дня а это гостиница Ташкент наверху там ресторан а это улица Правда Востока она прямо выходит к парку Горького сейчас правда этот парк убрали сломали там все улица Правда Востока с левой стороны издательство газет новый корпус с часами здесь кафе а вот это здание идет реконструкция был дом знаний его сейчас реконструируют там с правой стороны с правой стороны здесь были парикмахерские там различные магазины а вот в этом здании была когда-то типография и там дальше чуть ресторан Зиропшан а это уже сквер революции на этом месте когда-то стоял памятник Сталину и потом был глава Карла Маркса сейчас вот здесь стоит памятник Эмиру Тимуру сквер зеленый тенистый здесь стояли когда-то кафе Снежок кафе Дружба сейчас все это убрали сделали фонтанчик а это я нахожусь сейчас на улице Куйбышева вот это с левой стороны забор на котором находился парк Горького сейчас там парка нет в этом здании находился ресторан Бахор вот это было кафе Буратино здесь на углу чуть дальше там Куранте вот улица Куйбышева бывшая вон мы видим гостиницу Узбекистан сейчас это улица Хабза называется вот здесь лучшего вида гостиницу вот это вот все кольцо вокруг сквера окружено забором старый чугунный забор здесь центральный вход в гостиницу туристов туристов подвозят на автобусы прямо ко входу отель Узбекистан отель Узбекистан красивое здание красивое здание тоже возведено после землетрители 1966 года это была улица Пушкина выход из метро октябрьской революции октябрьской революции если тут какие земляные работы а сзади мы видим там детский мир вот просматривается детский мир трубы перекладывают что-то такое кафетерий на улице это с задней стороны гостиницу Узбекистан вон детский мир с двух сторон перекрестка он находится вот уже к двум подошли к двум часам у 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 это перекресток улице Пушкина и 1 мая там А это новое здание Алайского базара, где-то в конце 90-х, или к 90-му году там здание сломали, вот это новое построили. А это бывшая улица Энгельса, она шла от сквера революции в сторону Юнус Абада, сейчас кажется это улица Эмира Тимура, а вот эта улица называлась 50 лет УЗСР. Она от Алайского идет в сторону старого города, построили новое здание, где-то в конце 80-х, наверное, годов его построили. Внизу здесь сделали подземный переход, она идет отсюда в сторону Алайского. А улица, сейчас ее продлили, улица бывшая Каблукова, она сейчас идет прямо, вот эта улица, и выходит на Ассакинскую. Это направление на Юнус Абад, вышка, которую мы видим, Ориентир. Ассакинская. Вз 색깔. Ассакинская. Игра. Игра. Вот эта улица, которую я показал, была улица Виктора Малясова когда-то, а впереди у меня улица Урицкого. Здесь вот парикмахерская Ешлик, старое здание, давно здесь, а напротив здание проектного института Камоныш Проект, так он назывался в конце 80-х годов. Улица Урицкого. Вот я стою как раз на продолжение этой улицы, 50 лет в УзСР, которая, и вот она идет туда, в сторону Осакинской. Вот я вышел как раз на остановку Осакинская, ну так она раньше называлась. Здесь выход из метро. Этот микрорайон когда-то строили москвичи. С правой стороны вот это здание московское. Вот я спускаюсь в метро и вышел я опять на станцию возле Детского мира. who this is, who this is, because my bandгrotxы запутали это все недостаточные видеорадки. это правильно об NXT. Даже повторюсь, если я Тимур на коне, весь в окружении деревьев. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А это кафе «Уголок» Он реконструирован и было немножко другое здание А вот здесь вот музей Эмира Тимура Вон там где фонтан Это угол кафе «Уголок» Вот лестница идет на второй этаж Когда-то там были вкусные цыплята табака Вот это вот музей Эмира Тимура А на этом месте когда-то была фотография, фотостудия Эмира Тимура Тут ведут тоже земляные работы около уголка А вот это вот тут находится монетный двор Денежку делают здесь Вот здесь вот сейчас Там плов готовят Это улица Карла Маркса бывшая Поперек там идет Вот здесь сейчас сидят Продают картины Это был когда-то угол улицы Кирова и Карла Маркса Мы видим слева ресторан «Зерапшан» Портреты продают Сейчас вторая половина дня Но народу тоже немного на улице Можно купить любую картину Он ножи даже продают Вот, а это та же улица Карла Маркса Только сейчас стою спиной к улице Ленина А вот здесь вот когда-то здесь стоял памятник Дзержинскому И с правой стороны находится здание КГБ Памейку уже убрали Сделали фонтан Вот здесь как раз памятник стоял Здесь такая плакучая Ива стоит А это здание Творца Пионеров Старое здание Напротив был когда-то кукольный театр До землетрясения И кафе Пельменное Вот я иду вдоль здания Это вдоль забора Творца Пионеров Это было когда-то оживленное место Вон там прямо был кукольный театр А это здесь был похоронен когда-то Шараф Рашидов Сейчас его перезахоронили Но памятник оставили А там мы видим за его спиной Был музей Ленина когда-то Вот это здание Сейчас здесь находится музей истории Узбекистана А я сейчас спустился в подземный переход Вот мы видим Человек сидит и играет Я сейчас по перехолу пройду И выйду на бывшую аллею парадов Сейчас это площадь Мустакильник А когда-то там проходили демонстрации на 1 мая На 7 ноября Я вот вышел здесь к фонтанам Сегодня жаркий день И много детей купаются в фонтане Работает кафе мороженое Даже прокатный пункт там дают круги для детей Чтобы плавать Впереди мы видим здание Пол здания Совета Министров Народ отдыхает в кафе Фонтан Прогуливаются От фонтана идут брызги Такая приятная прохлада Это любимое место Горожан Вот это здание издательства На улице Правда Востока Вот это вот площадь Мустакильник На этой площади когда-то стоял памятник Ленину Были трибуны Выходило наше правительство Члены Политбюро И дружными колоннами Шли туда прямо В сторону парка Гагарина Вот мимо этого правительственного здания Вот это здание Большое здание Различные Там министерства находились А внизу был кинотеатр Искра Новое здание Искра После землетрясения Когда-то другое здание Искра Находилось в районе Нынешего музея Ленина И там был цирк Все сломали и Искру сделали здесь Это еще в фонтане включено полную мощность Струи не такие высокие Вот мы видим флаг Узбекистана Субтитры сделал DimaTorzok Серебристые струи воды Субтитры сделал DimaTorzok Вот это здание Насколько я помню Построили театр Русский драматический театр Имени Горького Не знаю, что там сейчас Но было вроде так Вот мы видим гостиницу Ташкент Опять С другой стороны уже А это я нахожусь сейчас На высоковольтной На Светлане Здесь стоял по имени Горькому Максим Горький стоял Сейчас выбрали, его нету Субтитры сделал DimaTorzok Даша Хун Бабаев Видимо, когда-то жил Это улица Виктора Малясова И вот это здание Ирригационного института Тимска А вот это уже улица Урицкого Я иду туда вниз В сторону Улицы Энгельса Бывшая И вот передо мной 43-я школа Может кто-то здесь и учился Помнит эту школу Я вот сюда попытался Зайти сюда Во двор Ворота открытые Вот их площадка Спортивная Во дворе А там центральный вход Сейчас пройду сюда Вот центральный вход здесь В школу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok